Всем привет! Это IT не обойти и я, Оксана Очкасова. Год близится к своему завершению. Как всегда, декабрь выдался богатым на события в области IT-сферы. Почему наш город стал еще безопаснее? Как прошла большая IT-конференция и что такое 15 на 4? Расскажем в сегодняшней программе. IT-сфера становится все более популярной. Подростки хотят работать в компаниях, занимающихся высокими технологиями, взрослые переучиваются и начинают активно осваивать соцсети и интернет. А в мире проводится все больше конференций, связанных с IT-бизнесом. Чебоксары не отстают от мировых тенденций. В декабре состоялась очередная конференция IT-Link, собравшая под своей крышей IT-специалистов не только из Чувашии, но и из всех городов Поволчья. Как прошла конференция и что нового на ней обсуждали, и куда движется технологическое сообщество Чувашия, узнаем в следующем сюжете. Консолидация, взаимодействие с органами власти и презентация решений для бизнеса – все это обсудили на форуме IT-Link. И участники, и организаторы называют это мероприятие уже традиционным событием для региона. В этом году на форуме было представлено три площадки, на которых выступили 32 спикера. Среди тем затронутых на форуме IT-безопасность. Эксперты говорили об авторизации сетей Wi-Fi и взаимодействии правоохранительных структур с бизнесом. Во-первых, донести до компании те проблемные моменты, которые имеют место быть в нашей деятельности. В первую очередь, донести те способы преступления, которые сейчас используют гиперпреступники, для того, чтобы разорить компанию. И так у нас сегодняшняя ситуация складывается таким образом, что нехватка денежных средств, а вот эти дополнительные угрозы лишь накладывают дополнительные, скажем так, требования к обеспечению информационной безопасности. Представители компании рассказали о своем опыте в этой сфере и представили проекты. Так, например, лаборатория Касперского успешно сотрудничает по этим вопросам с региональными компаниями. К сожалению, очень много человеческого фактора. И сейчас, наверное, важнее всего думать о людях, о тех айтишниках, которые этим занимаются. Их надо обучать, с ними надо встречаться. Очень важен эмоциональный контакт. Здесь, на этом форуме, мы говорим об айти-безопасности. Да, действительно, информационные технологии сейчас очень важны, но безопасность, она так или иначе предопределяет варианты этих технологий. И это очень важный текущий момент для страны. Достаточно большое количество участников выбрали для себя площадку айти-власти. Необходимость взаимодействия госструктур с компаниями порождает трудности. И сейчас представители айти-компании и общественники постепенно приходят к осознанию того, что для достижения общих целей стоит объединиться. Предпосылки-то особенно для айти-кластеров Чувашии как нигде есть. Другое дело, что темп и динамика требуют переосмысления. Необходимость в консолидации, она назрела уже среди представителей айти-отрасли. Обилие мероприятий, которые не сверху идут, а именно среди участников, уже наталкивает и подталкивает к формированию и смене вообще ландшафта айти-отрасли Чувашской республики. Масштабы решений сегодня все охватывают сразу региональный уровень. Это и спутниковое телевидение, это и широкополосный доступ в интернет, это и вызовы других компаний, мировых порой компаний, которые уже могут вытолкнуть, и не то что региональные, а могут вытолкнуть даже федеральных операторов. Это вполне закономерное развитие бизнеса, государства, граждан для того, чтобы перейти на следующий уровень. Все ресурсы нужно объединять под единую какую-то платформу, да, организационную и финансовую. То есть просто опыт существования айти-компаний на регионе, да, отдельно друг от друга, он показывает, что в этом, в принципе, нет никакого плодотворного начала. Но это попробует другой вариант. Участники форума отмечают, именно здесь представители бизнеса и власти могут встретиться на равных, обсудить проблемы в отрасли и предложить свои решения. Это уникальная площадка в республике, на которой все компании, которые работают в области телекоммуникации и информационных технологий, могут обменяться решениями, обменяться идеями, просто пообщаться на тему того, как развивается рынок, какие решения предлагаются и как можно эффективно жить и работать дальше. Число участников возросло, число спикеров возросло, и люди с удовольствием приезжают к нам, мы приглашаем представителей из других городов, с удовольствием приезжают рассказать о своих достижениях, о своих продуктах. Наша задача, чтобы у нас по итогам вот этого форума возникло какое-то видение, что нам делать на будущий год, что нам делать в будущем, в 2017 году, вот направление развития IT-рынков Чуваши, вот это самое главное. Поэтому мы собираем здесь очень много общественных деятелей нашей республики, которые давно уже занимаются этой проблематикой. Председатель органов власти все больше и больше приходят к нам. Продолжая тему конференции, хочу рассказать вам еще об одном событии. В Чебоксарах появился формат 15 на 4. Это научные лекции, рассказанные понятным языком за ограниченный промежуток времени. Наша съемочная группа побывала на первой лекции и готова рассказать вам о том, что мы узнали. В 2010 году IBM опубликовали исследования по теме будущего и будущих трендов, в котором прогнозируют, что научные проекты будут расти и развиваться. В разных городах России проходят лекции в формате 15 на 4, призванные как раз для того, чтобы заинтересовать кого-то наукой. Недавно первая такая лекция прошла в Чебоксарах. Мне кажется, что для определения картинат достаточно трех спутников. Но на самом деле все не так просто, к сожалению. Дело в том, что чтобы такая система работала, на GPS-приемнике нужно было бы время иметь абсолютно точно синхронизирование со временем на спутнике. Сделать это достаточно сложно. Так как расстояние, как я уже сказал, измеряется по задержке времени, прохождение радиосигнала, представим, что время на GPS-приемнике расходится со временем на спутнике всего лишь на одну секунду. За это время радиосигнал проделывает, как мы знаем, примерно 300 тысяч километров. То есть расхождение в часах на одну секунду привело бы к ошибке в 300 тысяч километров, что для определения картинат абсолютно неприемлемо. Миссия Розетта, Кот Шрёдингера, GPS и методы самообучения. На каждую лекцию дается по 15 минут. За это время выступающий должен раскрыть выбранную тему. Для того, чтобы рассказать о науке интересно, не обязательно иметь ученую степень. Участником проекта может стать любой желающий. Мы много раз собирались, корректировали, критиковали лекции друг друга и потратили, в принципе, на это свое время. Хотя все мы, в принципе, довольно занятые рабочие люди. И от участников, от слушателей мы, в принципе, ждем того же самого, что это будут добровольные люди, которые пришли сюда по своей воле, им это интересно, и они сами послушают. Мы не хотели бы кому-то заставлять приходить на это мероприятие специально, чтобы он именно пришел, и, возможно, ему не очень-то все это интересно, и он не воспринят это так, как нам бы хотелось. Поэтому мы за добровольное участие. У проекта есть два основных правила. Первое, лекции должны быть обязательно научными, основанными на доказанных фактах. Второе, выступления должны быть рассчитаны на аудиторию с разным уровнем подготовки. Здесь люди, они выступают в первый раз. Они, можно сказать, первооткрыватели. Они не знают, какая аудитория приходит, подготовленная или неподготовленная. Они увидели, вот сейчас я пришел, я увидел, что некоторым людям не все понятно. Значит, нужно объяснять еще все проще, можно сказать. Ведь можно сломые сложные вещи очень просто достаточно объяснить. Или прежде чем говорить сложными словами, нужно сначала дать понятие, что означает каждое из слов. Поэтому интересно посмотреть, что ребята говорят о новых традициях, собственно, узнать того, чего на данный момент не знаешь, и, собственно, развить свои навыки в данном направлении. Потому что очень многогранные, и, собственно, темы абсолютно разные. Я думаю, это очень интересно, как в плане личностного роста, так и профессионального тоже. Проект «15 на 4» стартовал несколько лет назад. Сейчас он позиционируется как международное сообщество молодых ученых и фанатов науки. В любом городе мира есть система городских веб-камер. Благодаря ей любой из нас может посмотреть, что происходит прямо сейчас, например, в Милане, Нью-Йорке или в Москве. Но эти камеры нужны не просто для красоты и удовлетворения нашего любопытства. Они делают нашу жизнь безопаснее и помогли раскрыть не одно преступление. В Чебоксарах тоже есть веб-камеры, которые работают в системе «Безопасный город». Как работает эта система и зачем она нужна, выясняла Евгения Фандеркина. Столичное управление МВД теперь сможет еще более оперативно реагировать на вызовы горожан. В Центре управления нарядами представили новую систему приема и обработки сообщений. Частично она выстроена благодаря программе «Безопасный город». До конца года еще хотим установить 174 видеокамеры. До конца года по программе «Безопасный двор». Кроме этого, еще 8 видеокамер распознавания государственных номеров. «Безопасный город» внедряется в республике уже несколько лет. Это комплекс программных и аппаратных инструментов. На улицах устанавливают камеры видеонаблюдения. Они транслируют изображения в Центр управления нарядами и фиксируют нарушения правопорядка и нахождение каждого экипажа полиция. В случае вызова на происшествие отправляется ближайший из них. Чаще всего сигналы от горожан дожидаться не приходится. Диспетчер в Центре управления может дистанционно управлять любой камерой, приближать все подозрительные детали вплоть до человеческого лица или номера автомобиля. Сейчас в городе стоит около 2000 камер видеонаблюдения. Кроме этого, в управление подключили дополнительные абонентские номера 0-2 для приема сообщений и заявлений от граждан. Раньше у нас всего 5 линий было. В настоящее время при министре нашей республики, генерал-майором полиции Сергею Ильичу Нияскому, принято дополнительное установление еще трех линий. И настоящие 8 линий у нас выведены сюда Центр управления нарядами, чтобы так и факты, чтобы не дозвонился не было. У нас все граждане дозваниваются и сообщения реагируются моментально. 2016 год был богат на технологичные изобретения. Компания Flight разработала левитирующую лампочку, которая работает за счет электромагнетизма и беспроводной подачи энергии. Nike выпустили, наконец, самозашнуровывающиеся кроссовки. А Гудиер изобрели заново колесо. Это вращающиеся во всех направлениях сферические шины Eagle 360. Что ждет нас в наступающем году? Ученые говорят об интернете вещей, беспилотных автомобилях, виртуальной реальности и, конечно, роботах. Робототехника – модный тренд в мире технологий. Роботы почти везде могут заменить человека. На производстве они являются незаменимыми помощниками. Да даже обычный робот-пылесос может сильно облегчить жизнь простого человека. В Чебоксарах робототехника достигла высокого уровня. А наша команда вернулась со Всемирной Олимпиады по робототехнике с отличными результатами. Чем они покорили жюри, расскажем прямо сейчас. Робот стартует базой. Дальше он должен доехать до короба. Тем самым он должен взять там шары. Вот сейчас он возьмет шар. Доходит до первой черной линии. Вторую черную линию он не должен пересекать. Включается камера. С помощью камеры мы распознаем, где находятся кегли. Кегли могут располагаться в пяти разных положениях. Он увидел кегли. Выравнивается по кеглям. Вот идет выравнивание. И тем самым сейчас будет взевать кегли. Страйк. Этот робот, помимо прочего, помог своим создателям войти в топ-8 команд на Всемирной Олимпиаде по робототехнике. Ребята из Чебоксары не только стали лучшими в России, но и обошли соперников из других стран. Удалось победить благодаря серьезной подготовке. Мы готовились после работы. Вечером в 7 часов обычно собирались здесь на машиностроительной факультете. И до часа, до двух ночи мы сидели здесь. Спали, отдыхали, кушали. Все сделали здесь. И готовили, соответственно, тоже. Вообще, на самом деле, очень все просто. Это куча времени на подготовку было потрачено. Все, то есть нужно готовиться каждый день по минимуму по 5 часов в день. Тогда будет успех. Как и все участники мирового первенства, ребята сами собирали своего робота. Многие вещи пришлось сделать вручную. Это уже четвертый прототип. Кстати, средняя цена такой работы около 400 тысяч рублей. Здесь у нас есть механизм взятия, спуск. И маховик. Маховик у нас раскручивал шар, чтобы придать скорость шара. Первая конструкция у нас была наподобие человеческой руки. Были два оси вращения, как у нас плечо и предплечье. От этого мы отказались. Это было на всероссийском этапе. Дальше нас пригласили на сборы сборной России. Мы для этого уже собрали совсем другого робота. Мы взяли наподобие такого механизма, взятия шара, но была длинная балка. Робот брал шар и по этой длинной балке шар скатывался. Но так как поняли, что надо ускорить скорость шара, чтобы сбить больше кеглей, мы использовали маховик. Также мы сами печатали световые датчики, печатали на 3D-принтере, микросхему тоже сами паяли. Вот получился такой световой датчик. Результат, с которым ребята выступили на Олимпиаде, впечатляет. Следующая цель команды — стать призерами мирового первенства. Они получили большой опыт, пообщались с другими командами, у которых свои технические новшества, которые они принесли. И исходя из этого, они сейчас планируют нового робота уже с использованием этих знаний. Евгения Фандеркина, Сергей Адушкин, Республика. На сегодня все. Я поздравляю вас с наступающим Новым годом. И пусть IT-технологии станут вам ближе в Новом году. Смотрите программы национального телевидения «Чуваши» на экранах ваших телевизоров или на нашем канале в YouTube. Меня зовут Оксана Очкасова. Счастливого вам Нового года! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»